Здравствуйте! Меня зовут Нелли Гизатулина. Вы смотрите новости Тымазинского района на телеканале ЮТВ. Каждую среду, 21.20, мы рассказываем о событиях и интересных людях. Смотрите в этом выпуске. В Тымазинском районе сельчан вакцинируют в передвижном ФАП. Жители села Ильчимбетово разбили сквер в память о ветеране войны. Рост нефти подвела итоги розыгрыша. Тымазинские школьники выиграли на чемпионате WorldSkills Russia. Начнем выпуск коротких новостей. Тымазинский преподаватель агроколледжа Рамиль Камалединов стал победителем на третьем региональном чемпионате навыки мудрых WorldSkills Russia. Для специалистов возрастной категории старше 50 лет. С сельским хозяйством он знаком более четырех десятков лет. А вот в преподавании Рамиль Минихазевич новичок. В колледже он работает первый год. В конкурсе WorldSkills Russia Рамиль Камалединов участвовал в компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин. В селе Ильчимбетово появился сквер имени ветерана Великой Отечественной войны Хариса Закерова. Он расположился возле сельской школы. В мероприятии участвовали жители села Ильчимбетово и Байрактуба. Они посадили 90-й либ и рябин, которые закупил и привез местный депутат Азат Кореев. Вместе с лиственными деревьями высадили молодые сосны, а еще сливы, вишни и ранетки. Это подарок сельчанок Майсурур, Кабидулины и Тензели Шакировой. Молодые деревья пенсионерки выкопали на своих приусадебных участках и принесли к месту общественной посадки. В Тымазинском районе с 1 мая привычная компания начала работу в новом формате. Теперь вакцинация для жителей сел проходит на базе передвижного фельдшерского акушерского пункта. Работа ФАПа проходит по сформированному графику и охватит более 113 населенных пунктов. За время работы передвижный ФАП посетил уже 14 населенных пунктов Тымазинского района. Вакцинированы более 230 жителей из 30 деревень. Через три недели по графику мобильный ФАП продолжит курсировать по тем же населенным пунктам для введения второго компонента прививки. С графиком работы ФАПов можно ознакомиться на сайте Минздрава Республики. Житель Октябрьского вместе с автомобилем забрал с собой новенький квадроцикл. В Октябрьском подвели итоги розыгрыша от компании «Ростнефть». Наша съемочная группа разделила моменты радости с победителями. Конкурс проходил с 1 января по 30 апреля. Главный приз – квадроцикл. Кстати, вот он. А еще более 100 призов. Итоги уже подведены. 5 мая в прямом эфире. Осталось только вручить главный призыв нашим победителям. Чтобы принять участие в акции от АЗС «Ростнефть», автомобилистам достаточно было затравить свой автомобиль на 35 литров и совершить покупку на 300 рублей в магазине. В розыгрыше приняло участие почти 1000 человек. Обладателем главного призыва квадроцикла стал житель Октябрьского Ильвир Гарипов. На АЗС «Ростнефть» он заправляется постоянно. А за время конкурса Ильвир зарегистрировал 9 купонов. Мы надеялись, верили, и мы выиграли. На самом деле мы вот с супругой участвовали открытой этой заправке. Это было, получается, по-моему, 2 года назад. И впервые мы видели то, что разыгрываются призы, топливо разыгрывается. И когда видели то, что люди действительно получают свое топливо, тогда еще, наверное, может, задаток остался, нужно что-то тоже выиграть. Классный аппарат давно мечтал, а так он мощный, спортивный, очень даже легкий и мягкий. Помимо квадроцикла АЗС «Ростнефть» разыгрывало 10 бочек топлива по 200 литров, а также призы от партнеров – компания «Автодизайн», «Экстрим Спорт», «Моджибар» и фитнес-клуба «Чехов». Обычно мне не везло до 60 лет, а в этот раз думаю, дайте еще раз проверюсь. Так-то я по жизни азартный человек. И вот решил поучаствовать, и в итоге повезло. Мне понравился бензин этот, и обслуживание тут прекрасное, девчата такие классные у вас. Мне нравится обслуживание, конечно же, и выбор топлива. То есть топливо отменное, машина чувствует себя прекрасно. Но аналогов не вижу, езжу только к вам. «Ростнефть» мне нравится, самая лучшая заправка в городе. Обслуживание, дистопливо, бензин, газ – тут качественный. Очень удобная заправка в плане выезда из города. Допустим, если ехать в сторону Республики Татарстан, тоже на выезде удобная заправка стоит. Молодая компания задала высокую планку сервиса на топливном рынке. Хорошее, горючее и безупречное обслуживание клиентов. Качество топлива на заправочной станции признает особой гордости компании. К выбору поставщика руководство подошло крайне требовательно. Только качественное топливо, только сухимских НПЗ, это лично я отслеживаю, настраиваю, все сам через каждые шаги прошел нашего бизнеса. Вот, возим личными бензовозами. Каждый бензовоз нас оснащен глонасом, камерами, вовремя все привозится. Всегда, как бы, продукты на маркетинг идет, как бы, ну, от ближайших поставщиков. Кофе, там, молоко и продукты. Мы всегда отбираем, лично сам кушаю, здесь семья моя кушает, там, наши сотрудники. АЗС Ростнефть – комплекс, где можно получить дополнительные услуги от травомойки до подкачки шин. А в мини-маркете представлен большой ассортимент сопутствующих товаров. Свежесваренный кофе, сочные бургеры и горячая выпечка. Современная автозаправочная станция давно перестала быть местом, где продают только бензин. Ну что, друзья, квадроцикл мы разыграли, но это была наша не последняя акция. Заправляйтесь, участвуйте. Мы с вами не прощаемся, а говорим вам до скорых встреч и всего доброго. Найки Затульна и Гультохватульна, городской телеканал ЮТВ. Тимазинцы стали чемпионами национального чемпионата WorldSkills Russia. В компетенции правоохранительная деятельность полицейский. Подробнее расскажем далее. Две тимазинские команды, представляющие нашу республику. Третьи курсники юридического колледжа и ученики гимназии номер один. Гимназисты заняли в юниорке первое место. А наши студенты среди 21 российской команды стали седьмой. Компетенция развивается, в связи с этим в этом году ввели юниоры. То есть это возрастная категория от 14 до 16 лет. И естественно, что решили принимать участие многие школы, которые имеют своих также экспертов, то есть тимлидеров. А с нашего колледжа мы решили выбрать эту гимназию номер один города Туймазы. Выбрали ребят в количестве пять человек и начали с ними заниматься. Заниматься мы начали с октября месяца. В декабре месяце происходил республиканский чемпионат, где принимали участие с республики шесть команд. И наши ребята заняли первое место, что дало им возможность участвовать в нацифинале в республике Ингушетти Волстилс. В победе огромная заслуга самих ребят. Усиленные тренировки к соревнованиям проходили в юридическом колледже по несколько раз в неделю. Происводить задержание, разборка, сборка автомата Калашникова, пистолета Макарова, их магазины, разряжать, заряжать, надевать правильно наручники, производить изъятие предметов, производить облазки и выемки электронных носителей на компьютере, изготовление гипсовых слепков, снятие отпечатков пальцев, дактивоскопирование, строевая подготовка. Надевание ОЗК, ГБР, создание фоторобота. На одевание ОЗК нам давалось 4 минуты 30 секунд. И вначале, когда нам вообще показали сам костюм, мы вообще не понимали, как его одевать. Нам все это объяснили. Мы научились, но во времени мы не укладывались. И спустя время, ну, тренировки, практики, мы смогли преодолеть это время. Соревнования национального чемпионата, ставшие завершающим для этой компетенции, проходили в Ингушетии на базе пожарно-спасательного колледжа. Ребятам предстояло отличиться в 20 заданиях, среди которых составление робота в компьютерной программе, стрельба из пистолета Макарова, оформление ДТП и многое другое. Обучили и профессионально подготовили ребят преподавателей юридического колледжа. Здесь было самое главное, необходимо найти общий контакт, общий язык, потому что именно вот тот возрастной ценз, который мы имеем с юниорами, это как раз развивающаяся психика, и очень важно было найти с ними личный контакт. И с этой целью мы встречались с ребятами ежедневно, и каждый день отрабатывали все те непосредственно какие-то конкурсные задания, чтобы мы смогли их проводить реально автоматически. Благодаря этим соревнованиям мы научились самообороне, мы получили небольшие знания юридической грамотности, теперь мы знаем свои права, мы знаем законы. Отметим, туймазинцы были единственными, кто представлял Башкирию на всероссийских отборочных соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы» в Ингушетии. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Туймазинского района каждую среду в 21.20. Повторы в пятницу в 8 утра и в воскресенье в 21.30. А если вам есть о чем рассказать, пишите нашу группу ВКонтакте и телеканал ЮТВ в Туймазинском районе. Всего доброго и только хороших новостей!